Добрый день, дорогие слушатели! Добрый день, дорогие зрители! С вами Анна Витовкина из Будапешта. И сегодня, мне очень повезло, сегодня я могу взять интервью у Анны Каракаевой. Анна, помаши, пожалуйста. Я очень рада тебя сегодня поприветствовать. Для наших слушателей, для зрителей, я познакомилась с Анной несколько недель тому назад, в августе, когда Анна приезжала в Будапешт, и мы провели два прекрасных дня. А про Анну я уже слышала несколько лет тому назад. Я слышала о том, что она актриса, что она ведет тренинги по публичному выступлению, что она ведет тренинги по голосу, по ораторскому мастерству, по стори-тейлингу. Анна, можешь еще добавить того, чего я не сказала сейчас в твоем представлении? Да, мне кажется, почти все сказала. Ну, помимо тренингов, провожу индивидуальные консультации, готовлю участников к своих конференциям, к каким-то мастер-классам. В общем, работы много. Много. А правда ли, что ты ставила голос самому Радиславу Гондопасову и Никите Непряхину? Все верно, да. Ну, у тренеров и у спикеров, конечно же, есть потребность в том, чтобы голос освободить, натренировать его. И в какие-то моменты моей жизни, конечно же, я работала и с Радиславом Гондопасом, и с Никитой Непряхиным. И теперь я внимательно смотрю, как звучат их голоса. И меня все радует. Это замечательно. Ты знаешь, я решила темой сегодняшнего интервью выбрать тему голоса. Тему голоса. И, во-первых, эта тема меня стала волновать, потому что я уже записываю, наверное, сейчас 50-е скайп-интервью. И мне это нужно для самой. Это раз. И, во-вторых, масса, например, преподавателей или масса людей, они боятся выступать, боятся идти на интервью. И мне хотелось бы с тобой поговорить сегодня на эту тему, чтобы наши слушатели, наши зрители получили огромное количество информации, может быть, какие-то упражнения в связи с этим, чтобы их голоса звучали лучше, чтобы им было проще бы выступать. И вот сейчас у меня такой вопрос. Что вообще такое умение обладеть своим голосом? Какой, да, интересный вопрос. Что такое уметь владеть своим голосом, да? Ну, я часто люблю говорить, что голос – это такой музыкальный инструмент, но он спрятан в нашем теле. И в этом-то есть сложность, потому что мы не видим этот инструмент, а нам нужно научиться им пользоваться. И вот здесь очень важно научиться чувствовать свои мышцы и уметь ими управлять. Потому что свобода нашего голоса, она зависит во многом от свободы тела, от правильного дыхания, ну и от специальных, как бы, образов, которые влияют на звучание голоса. И первое, с чего мы учимся работать с голосом, это мы учимся расслаблять тело. Показываю небольшой эксперимент. Вот он, музыкальный у нас инструмент, гонг. Значит, когда наше тело расслаблено, мы чувствуем себя свободно, мы звучим, ну, более или менее расслабленно. Вот, звук хороший. Но как только мы начинаем нервничать, что у нас с телом происходит? Напряжение. Да, напряжение, спазм. Вот я сейчас напрягаю гонг и звук глухой даже у гонга. Что уже говорить о нашем голосе? Как только тело спазмируется, голос теряет все свои краски. Поэтому я люблю говорить в свободном теле свободный голос или свободный звук. Поэтому мы учимся, конечно же, расслабляться. А как? 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 Разминок великое множество. Но их надо делать? Меня часто спрашивают, а как бороться с волнением? А что делать? Я говорю, начните с малого, с разминок. Какие могут быть разминки? Ну, вот начнем с простого. Ань, можешь прямо делать со мной в кадре? Дальше наше интервью было бы свободным, зажигательным и звучащим. Растираем ладошки. Вот так вот. С настроением растираем. Потом руки. Обычно, когда мы начинаем на тренинге делать вот эти вот упражнения, участники, особенно если это топ-менеджмент, начинают хихикать и спрашивать, а что, это мы так должны разминаться? Я говорю, да, должны. Ну, только чтобы вас, ваши сотрудники в этот момент не видели, потому что это выглядит необычно. Плечи добавляем, можно их так помять хорошо, как будто вы пельмени лепите. Другое плечо. Я всегда разминаюсь перед мастер-классами, потому что любое волнение, любой страх сцены – это всегда зажим. А зажим как убрать? Через массаж. Растираем грудную клетку обязательно. Ну и дальше наши участники могут разминаться самостоятельно. То есть надо растереть живот, потом бедра, потом колени, голени, икры. То есть тело должно быть таким мягким, разогретым. Как только вы растерли вот так вот все тело, надо его прохлопать. То есть вот так вот прохлопываете, как будто бы вы в бане, веника нету. Ну, надо как-то расслабиться, разогреться. Аккуратно стучите, стучите. И также продолжаете вниз по всему телу, прохлопываете бедра, колени, голени. И уже сразу пошла энергия. Ань, как самочувствие тела? У меня самочувствие прекрасное. Но я, кстати, перед тем, как я беру интервью, я включаю музыку и минут 10 танцую или прыгаю. То есть у меня уже есть, так сказать, физическая, во всяком случае, готовность и энергия. Да, совершенно верно. Вот я часто задаю вопрос на тренинге, как актеры себя готовят к спектаклю. Ну вот, например, там осталось 20 минут до начала. Как они снимают стресс, Ань? Как ты думаешь? Как актеры снимают стресс? Только не говори, что алкоголь. Вот так мне все говорят. Может быть. Ну, то есть я бы, например, позанималась медитацией. Или попрыгала бы. Или вот какую-то зарядку поделала бы. Да. Это сильные упражнения. Мне кажется, дыхательные упражнения могут очень помочь. Да, 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 да. Обязательно. И дыхательная разминка, и телесная, и концентрация на мысли. Все это актеры делают вне зависимости от стажа работы. Будь то вот начинающий актер или уже народный, которому лет 80, разминки делают все актеры. Ну вот у меня всегда возникает вопрос. Бизнес-спикеры наши не разминаются. И я говорю, ребята, разминайтесь. Не все придают этому важное значение. Ну, если кто-то из моих учеников стал разминаться, все, они разминаются перед выступлениями всю оставшуюся жизнь. И потом пишут мне, Анна, я меньше волновался в этот раз, спасибо. А я и не думал, что разминка, да, обладает таким действием. Ну, вот, значит, часть тела или все тело мы разминали. Что еще можно поразминать или поразогревать? Конечно, дыхание. Ну, дыхание – это такая тема глубокая и занимающая много времени, что, наверное, сейчас мы это не проработаем в деталях. Но, как вариант, скажу участникам, делайте, например, дыхательную гимнастику Стрельниковой. Она известная, она есть в доступе. Мы с тобой дадим ссылочку на эту гимнастику. Чем важно дыхание? Потому что, когда участник, например, нервничает перед выступлением, он начинает задыхаться, и вот появляется такое ключичное дыхание. А дыхание – это энергия нашего голоса. Я люблю говорить образно, это как бы питание нашего голоса. Если дыхание поверхностное, конечно, голос будет страдать, дрожать, сипеть, завышаться. И нам нужно уметь вот это дыхание сделать не поверхностным, а глубоким. Как? Техник много. Одна из простых, и то, что мы сейчас сможем сделать. Поскольку от волнения живот напрягается, да, это же стресс, надо себя защитить. Живот напрягается, мы втягиваем его как бы в себя или напрягаем. И вот я даже вижу, что ты задышала плечами. Что надо сделать? Зная, что во время стресса живот блокируется, мы сработаем на опережение. Заранее разомнем живот. Каким образом? Надо живот втянуть сильно-сильно-сильно, и потом его расслабить. Опять сильно-сильно втянуть, и опять его расслабить. И так несколько раз, минуты две, живот втягиваем, расслабляем, втягиваем, расслабляем. Зачем? Чтобы живот стал мягким, а когда живот мягкий и свободный, наше дыхание становится свободнее и глубже. Почему? Потому что диафрагма королевы дыхательных мышц расслабляется в этот момент. Анна, извини, я хочу на тебя немножко перебить. Хочу спросить. Год тому назад я принимала участие в тренинге тренеров, и в университете практической психологии мы защищали наш тренинг. И потом мы сидели в кругу, наверное, человек 60 было, и обсуждали. И вдруг я почувствовала, что у меня просто спазмы были. Мне стало жутко страшно. Хотя я уже 30 лет преподаю, иногда веду занятия на 100-200 человек. И рядом со мной сидел один мой однокурсник и говорит, дыши. Я говорю, я дышу. Он говорит, не так, глубоко дыши. И вот что делать человеку в тот момент, когда, например, вдруг ты понимаешь, и для меня, кстати, в университете практической психологии было порой очень непросто выступать, потому что, по-видимому, была очень большая значимость. Как-то не хотелось опозориться. И вот что делать в такой ситуации, когда вот ты уже на сцене, и вдруг тебе стало страшно, и чувствуешь, что прямо не можешь ничего сказать? Да, ну, здесь несколько, может быть, компонентов. Первое, да, дыши. Для того, чтобы дышать, расслабить живот. Еще для того, чтобы легче дышалось, надо расслабить челюсть. Опять же, когда мы нервничаем, у нас здесь все сжимается, блокируется. И начинаются вот такие вдохи через нос. Расслабить ее. Ну, вот как будто бы она, не знаю, повисла. Она стремится к тому, чтобы упасть на пол. Во, сейчас я прям вижу идеальную челюсть в моем исполнении. То есть периодически научиться ощущать, как воздух втекает через рот, через расслабленную челюсть. Я как бы добираю дыхание через приоткрытый рот. Такая тоненькая ниточка раскрытого рта. Не через нос, вот так, а через рот. И поэтому свободная челюсть, расслабленный живот. Два таких компонента. Третий компонент – это фокус внимания. Тоже любимая вещь многих актеров, режиссеров, спортсменов, ну и профессиональных ораторов. Вот задаю тебе вопрос. Когда оратор нервничает, где у него фокус внимания? Как думаешь? На себе, на том, что как ужасно вообще, как на него посмотрят, что о нем подумают. Да-да-да. И вот тот случай, о котором ты рассказывала, когда тебя стали разбирать на тренинге тренеров по кусочкам, это же сразу на себя фокус внимания. О боже, меня разбирают по косточкам. Я сделала так или не так? Как только у нас фокус внимания на себе, все это начинает сопровождаться напряжением, чрезмерным количеством адреналина, мы неестественны в этот момент. Кстати, Станиславский тестировал своих юных актеров вот каким образом. Он говорил, вот выйди на сцену. Новичок вышел на сцену, на него смотрят 50 человек, а дальше Станиславский говорил, ну вот просто стой одну минуту. Как ты думаешь, что начиналось с этим человеком? Одна минута на сцене молча. Я могу себе представить, что это коленки дрожали, может быть, все другое дрожало, и было очень неестественным. Да, максимально неестественно и в зажиме, вот так вот. Дальше Станиславский как будто бы невзначай говорил, слушай, Вась, вот видишь, там есть книга в конце сцены, принеси ее, пожалуйста, открой мне 53-ю страницу и прочитай пятую строчку сверху. Вася шел за книжкой совершенно другой, свободный, расслабленный, находил 53-ю страницу, зачитывал строчку. Он был другой. Почему задавал вопрос Станиславский своим студентам? Почему один и тот же Вася на сцене вообще был зажатым сначала и свободным потом? Как думаешь, Ань, в чем дело? Я думаю, что вначале хотел произвести хорошее впечатление, хотел показаться супер актером, например, а потом вообще даже и не думал про то, что сейчас нужно что-то показывать, а просто выполнял какие-то инструкции. Вот, да, здесь ключевое, он выполнял инструкции, то есть он действовал. Он настолько был сфокусирован на задаче найти книжку и найти нужную страницу, что его фокус внимания перешел от мыслей себя, ой, хорош ли я, переключилось все на действие. Как только мы заняты конкретным действием и как только фокус внимания у нас вовне, мы в этот момент освобождаемся, мы не думаем о себе. Кстати, вот почему на сцене очень свободны кошки и собаки. И если во время спектакля неожиданно выбегает кошка из-за кулис, все будут смотреть на нее. Она свободна, она естественна. Почему? У нее есть дело. Она по-настоящему ищет мышь на сцене. Она принюхивается к этим половицам, к этим доскам. И вот эта вот сфокусированность, внимание на действии, она делает оратора, во-первых, свободным, а во-вторых, магнетически привлекательным, я бы сказала. И какой здесь можно дать совет? И какие упражнения Станиславский делал со своими актерами? Он их учил переключать внимание вовне, на действия, на партнера на сцене, на обстановку вокруг, на какую-то задачу, то есть себя на действия. И это актеры тренируют долго-долго, не один месяц, и проделывается огромное количество упражнений, чтобы внимание было цепким. Если внимание будет нетренировано, то всё, мы выходим на сцену, а, боже, на меня смотрят, текст, мысли в голове путаются, перед глазами туман, и всё, и спектакль можно считать сорванным. Поэтому какой же совет в связи с этим не актёром, а оратором? Вот вы чувствуете перед сценой мандраж, ужас, кошмар, сделали разминку, поработали с дыханием, поработали с челюстью. Сейчас про челюсть чуть позже расскажу. А дальше надо себе задать вопрос. Вот я сейчас буду говорить текст. Ради чего? Зачем? Что люди после моих слов пойдут и сделают? И когда начинаешь фокусироваться на их действиях, на то, как они после моих слов будут меняться, всё, у тебя есть задача. Так же, как у кошки на сцене есть задача мышь найти, так же у нас, как у ораторов, есть действия. Меняю аудиторию. Например, я представляю, что после тренинга по голосу люди будут лучше звучать, лучше вести переговоры, лучше выступать. Меня вот эта вот картинка их успеха так увлекает, что мне уже волноваться некогда. Это отходит на второй план. Или наоборот, я могу рисовать себе картинку ужаса. А если я не проведу тренинг по голосу, что кошмарного произойдёт с этими людьми? Они заваливают переговоры. У них трясучка перед сценой, им плохо. И у меня возникает дичайшее желание спасти людей. А раз у меня такое желание, волнение опять отходит на второй план. Некогда им заниматься. У тебя есть действие, дело. Вот и всё. И этот вопрос, зачем я говорю, надо задавать не только в момент волнения, а на самом деле даже на том этапе, когда продумывается речь, продумывается структура выступления. Ради чего я говорю? Если это не продумать, речь будет пустая, ни о чём. А раз ни о чём, значит, оратор на сцене будет неестественный или самовлюблённый, или такой монотонно-однообразный в своём общении с залом. Вот, наверное, так. Если. А скажи, пожалуйста, человек с каким голосом производит хорошее впечатление на, например, публику? Да. Как ты можешь охарактеризовать такой голос? Ну, во-первых, это голос естественный. Для этого нужно его раскрывать. Нужны специальные техники. А во-вторых, наверное, голос соответствующей задачи выступления. Но вот был интересный эксперимент проведён. Проводили его политологи из Майами и психологи из Дюкского университета в Великобритании. Они записали 20 треков, 20 голосов людей. Текст был такой. «Голосуйте за меня». И дальше вот этот текст, он был записан высоким голосом и низким голосом. 10 голосов были высокие, 10 голосов были низкими. И дальше проводилось исследование. Вот за какой голос хочется голосовать? Как ты думаешь? А низкий? Да, низкий. То есть однозначно низкие частоты голоса, они звучат как убедительный голос, голос, в котором есть власть, стабильность, уверенность, надёжность. Вот, например, голос министра иностранных дел России, Лаврова. Густой, надёжный, стабильный, статусный голос. А голос, например, у политика Медведева, он другой. Я сейчас не ругаю его политический стиль. Я говорю, что вот голос, в его голосе нет власти и нет статуса. И участники спрашивают, «А как же так? Почему голос Медведева не переделали?» Я возвращаю вопрос в зал. Почему не переделали голос Медведева? Я сама просто совершенно не смотрю телевидение. Ты давно не была в России, Аня? В России я часто езжу, но не смотрю новости. Так что я про это не знаю. Может быть, не захотел? Он на самом деле функция Медведева быть человеком номер два. И это должно быть слышно в голосе. В его голосе не должно быть вот этих, не должно быть лидерского звучания, не должно быть власти и статуса. Он на вторых ролях. Пардон, если я сейчас обижу поклонников Медведева, но это так. Поэтому у него такой голос, высокий. Но это не говорит о том, что теперь надо всем делать голоса низкими и звучными, а высокие ноты надо убирать. Все ситуативно. Если вы руководитель, и вы должны звучать статусно и убедительно, надо в себе открывать низкие ноты, низкочастотный диапазон в себе прокачивать. А как? Путем специальных упражнений. Это, конечно, долгая техника. Ну, во-первых, свободное тело, во-вторых, дыхание. В-третьих, давай сейчас проведем эксперимент. Несколько раз можно поговорить фразу «Привет, привет!» и поискать, где в теле больше всего голоса. Прямо вот так ладошками можно поискать. Кто нас смотрит, тоже поэкспериментируйте. Привет, 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 привет. И можно замереть. Вот здесь. Вот так и есть. В основном многие участники тренингов моих, особенно в начале тренинга, показывают ладошку даже вот здесь и говорят, я чувствую голос здесь. Но одновременно в чем здесь плюс и минус? Плюс, что вроде бы правда, да, связки у нас вот тут, вот в огортане, голосовые все верно, источник звука. Но если мы представляем, что наш голос – это вот только эта часть тела, голос будет невыносливый, быстро устающий, возможно, даже тусклый, и точно, там, диапазон голоса будет небольшой. Поэтому актеры используют хитрость некоторую. Они представляют, что голос начинается даже не здесь и не здесь, а в животе. Что это нам дает? Образ звука, начинающегося из живота. Это расслабляет шею, расслабляет связки, и у нас как бы весь корпус начинает звучать. Отсюда голос выносливый, более разнообразный, богатый по звучанию. Певец Карузо, например, говорил так. «Когда я пою, я пою всем телом, иначе в голосе не будет ни энергии, ни силы». Поэтому мы должны весь наш музыкальный инструмент задействовать. В некоторых речевых школах предлагается представлять голос не то, что даже в животе, а в пятках. И так, кстати, делал Шаляпин. Он говорил, я чувствую голос в пятках. То есть уже весь корпус от пяток до макушки всё звучит. Но сказать-то это легко, да, возьми голос из живота. А теперь нужны техники. Ну, на тренинге мы этим техникам посвящаем минимум 20 минут. И эти техники надо делать лёжа. Но у меня есть сейчас опасение, Аня, что если мы ляжем в кадре... Мы можем записать наше интервью. Так что это мы тогда, может быть, какую-нибудь ссылочку дадим в комментариях. Я даю ссылочку на свою любимую книгу, где вот эти вот упражнения по поиску голоса в теле описаны очень детально и хорошо. Автор книги Кристин Линклейтер, книга называется «Освобождение голоса». Это уникальный американский педагог. Не пугайтесь, в России техники этого педагога используются часто. Я сама на них воспитывалась как актриса. И я их часто использую в бизнес-тренингах. Эти техники дают очень хороший результат. Там расслабляется тело, подключается воображение, и вы начинаете звучать всем корпусом. Ну, что за техника там главная? Надо представить, что у вас в животе есть источник звука, некое звуковое озеро. А дальше вы, представив это озеро детально, представляете, что звук берете из живота. Какие звуки? Это звук «Ха» и разные его вариации. Мы можем даже сейчас немножечко попробовать положить руки на живот и поговорить. «Ха», «Ха», «Ха». Да, и что здесь важно говорить с ощущением, что мы теплый отдаем воздух, что шея у нас широкая, широкая. И мы как бы греем воздух своими звуками. «Ха», 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 «Ха». «Ха», «Ха». И вот, да, ты совершенно верно положила ладошку на грудь. Почему? Очень важный компонент. Не только слышать голос, но и ощущать его тактильно. Прям ладошкой чувствовать вибрации в ребрах. И, например, певец Хворостовский в одном из интервью рассказывал уникальный случай, где он пел в зале, где была такая плохая акустика, что он не очень хорошо слышал свой голос. Ну, обычно певцы вслушиваются, как голос летит, отражается от стен, возвращается обратно. А тут вот такой зал. И он сказал спасибо моему педагогу, который научил меня чувствовать голос телом, потому что весь этот концерт я продержался на чувстве вибраций. Более низкие звуки – это будет вибрация в костях таза, в пояснице, в коленях, в ногах, в нижней части ребер грудной клетки. Более высокие звуки – это вибрации вот здесь, вот в маске. И он прям чувствовал, где вибрация, там и звук. Поэтому наш любимый, дорогой бизнесмен или прекрасная женщина-домохозяйка, или психолог, или коуч тоже должны научиться чувствовать вибрации. Вот сейчас одна ладошка на груди, другая на животе, и можем удлинить наш звук. Будет... Да, необычные звуки. И прям ищем вибрации. Где больше вибрирует? Слева, справа. Ха. Ха. Ха-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Мы так устроены. Как только мы начинаем ощущать вот эти вибрации, наш голос раскрывается еще больше. Вообще, человек, профессионально пользующийся голосом, он чувствует, когда у него тело свободно, когда зажато. Есть вибрации в голосе или их нет. Ну и, конечно же, он всегда, этот профессионал, направляет звук на собеседника. И держит в голове мысль, зачем я говорю, как я меняю собеседника. Ты рассказала сейчас по поводу статусного голоса, по поводу низкого голоса. Я слушала какие-то интервью и лекции по поводу того, что, например, советуют женщинам для развития сексуального голоса представлять себе, что они говорят уже не из живота, не из пяток, а из... Прекрасно. Да. Я слышала это тоже. Это правильно. Правда, мне мужчины тогда задают вопрос. Хорошо, если женщина должна звучать вот этой частью тела, то мужчины-то как, откуда должны брать звук? Я говорю, вот оттуда же должны брать и мужчины из своего органа. Это да. Но что касается женского очаровательного голоса, он должен быть не только низким и не только с придыханием. Он должен быть разным по диапазону. Потому что у меня был смешной случай на тренинге. Женщина-руководитель статусная, с большим опытом управления людьми подловила меня как-то в перерыве в тренинге и спрашивает. Говоря очень густым голосом, «Анна, я руководитель, у меня в подчинении 500 человек, я всех построила. У меня дома три сына, муж, все тоже построены. Вы мне скажите, Анна, как мне быть нежной?» И я говорю, да, как вам быть нежной? Она даже сказала, как мне сделать голос нежным. И вот как его сделать нежным? С одной стороны, нужны речевые практики. С другой стороны, конечно, нужно поработать с образом себя и пойти к коучу, который занимается разного рода женскими практиками. Но нежный голос – это скорее не низкий голос, это скорее легкий, высокий голос. И когда-то женщина, практикующая женские практики, должна использовать густой низкий голос. А в каких-то случаях работает хорошо более высокий голос, когда нужно что-то потребовать. А в каких-то случаях хорошо работают легкие, высокие наши голоса. Ну вот, да, да. Я хочу сейчас спросить. Николай Иванович Козлов, ректор университета практической психологии, на одном из своих тренингов говорил, что по голосу, по интонации он может определить, что человек вообще может любить. То есть вот именно по тому, как звучит голос. А меня, кстати, на одном из тренингов доставляли, чтобы я агрессию каким-то образом давала, потому что мне ее сказали, что абсолютно нет. Вот по поводу нежности тогда, если, например, если ты сказала про эту женщину, руководителю, у которой 500 человек в подчинении, а ей действительно, может быть, хочется быть нежной с одной стороны, а с другой стороны нужно управлять людьми. И как это... Что делать? Да, да. Переключаться. Переключаться. На работе задачи одни, а дома задачи другие. Я, на самом деле, взяла и разделила диапазон голоса на 4 этажа по высоте. От низких нот до высоких. Ну, даже от низких частот, скажем так. Низкие частоты голоса я условно назвала это образ босса. Босс, руководитель, управленец. Ну, яркий тому пример Лавров, министр иностранных дел. То есть, когда на работе нужна статусность, убедительность, участник моего тренинга должен уметь это включать через специальное упражнение. Хотя бы через образ того, что звук я беру из живота. Не отсюда я его беру, а я звучу всем телом. И добавляю сюда жесты. Широкие, свободные. Потому что руки и голос очень взаимосвязаны два процесса. Не может лидер вот так мельтешить руками и говорить при этом низким голосом. Не получится, тело не даст вот этого статуса. Если же нужна, скажем так, агрессия. Если нужно, даже не всегда агрессия. Если нужно сотрудников подключить к какой-то задаче. Заставить их быстро что-то сделать. Если их нужно спровоцировать, может быть, отчитать. То здесь нужен уже второй этаж нашего голоса. Это несколько повыше по диапазону. И яркий тому пример Жириновский. Этаж я этот называю агитатор. Он агитирующий, убеждающий, взрывной. Кстати, Маргарет Тэтчер, да. Она тоже использовала вот этот этаж агитатора. Здесь помогают жесты. Потому что если руки плавные, агитатор никогда не получится. Здесь резкая рука, как у дедушки Ленина. Он же всегда говорил, вперед, в светлое будущее. Резкие руки. Я даже заставляю участников кидать какие-то предметы в пол, в потолок, в стены. Как только мы начинаем бросать друг другу мяч, вдруг энергия выходит из человека. Энергия убеждения. Я даже расскажу про одного руководителя, с которым мы так работали. И не про одного. За счет предмета, за счет жестов, за счет правильных образов в голове, вдруг из человека выходит такой взрывной персонаж, я бы сказала. Если подняться еще выше по диапазону, то третий этаж мы называем этаж философа. Это когда вам с сотрудниками или, может быть, с домашними нужно о чем-то поразмышлять вместе, пофилософствовать, подумать. Или у этого этажа есть немножко другая грань, если мы добавим сюда действенный глагол «просить». Или, может быть, разжалобить, то вот здесь будет хороший третий этаж. Что я заметила? Многие женщины-руководители со стажем, и, кстати, мужчины, совершенно не могут пользоваться третьим этажом. Кто-то говорит, а зачем вообще просить по жизни? Я всего добиваюсь сама. Я не прошу, я действую. Я говорю, ну вы же женщина. Вы же с работы приходите домой. А может быть, там нужно попросить о чем-то мужа? Или просто сказать, дорогой, я устала. Ты можешь сегодня мне помочь? Вот немножко дать вот эту позицию. Когда-то слабую, женственную. А когда-то, если мы берем глагол «размышлять», это не слабая позиция, это просто такое, да, ну, подумать вместе. Не нападать на собеседника, но размышлять. Это третий этаж «Философ» у нас был. И четвертый этаж, тот самый легкий, воздушный, возвышенный, летящий. Это, ну вот кто из ярких таких примеров? Вспоминается телеведущий Малахов Андрей. Я не знаю, помнишь ты его? Ты не смотришь российское телевидение. Ладно. Тогда любой практически шоумен, радиоведущий, особенно если это утренний эфир. Это человек-зажигалочка. Этаж называется «Вдохновитель». Вот даже ты можешь проверить себя, когда ты искренне радуешься кому-то и бежишь этому человеку навстречу. Ты же кричишь «Привет! Слушай, как здорово выглядишь! Как давно не виделись!» Ты как бы телесно приподнимаешься, у тебя руки взлетают, лицо как будто вот, брови взлетают наверх, и голос летит наверх. Искренняя радость, искренний восторг, восхищение собеседником – это всегда будет высокий голос. Если мы его понизим в момент радости, будет странно. «Привет! Хорошо выглядишь! Как дела у тебя? Машина новая, да? Молодец! Я вижу, хорошая работа у тебя!» Это уже не радость, не счастье. Поэтому, наверное, вот то, о чём говорил Николай Иванович, по голосу слышно, может человек любить или не может, по голосу слышно. Этот человек вообще может восхищаться жизнью, с тобой, другими людьми или не может. И у меня сколько угодно случаев бывает на тренингах, когда приходит участник с тяжёлым голосом и не может восхищаться. И у такого человека обычно лицо тяжёлое. Если даже ты попросишь его сделать такую ситуацию, ну вот представь, что тебе пять лет, и ты радуешься, как в пять лет, и зовёшь нас всех куда-нибудь играть в мячик, ну сделай это. И вот стоит бизнесмен статусный, у него не шевелится лицо, как у Брежнева, и он не может радоваться. Или стоит женщина, которая не может радоваться. А потом спрашиваешь её в перерыве, вы как вообще, давно радовались жизни? Я помню, одна участница мне говорит, а что радоваться? Я работаю в суде, у меня одни уголовники, у меня очень сложные процессы юридические, мне, знаете ли, не до радости. Но вообще мне надо строить личную жизнь, я одна. И я понимаю, почему она одна, эта женщина, потому что она давно не восхищалась ни собой, ни мужчиной, ни жизнью вообще. Что здесь делать? Банальный, может быть, совет. Дикционную мимическую гимнастику надо делать, сделать лицо подвижным. Ведь у этих людей, которые работают в диапазоне вдохновитель на четвёртом этаже, у них очень подвижное лицо. У шоуменов подвижное лицо. У людей, которые радуются жизни, очень подвижная мимика. И вот когда мы с таким тяжеловесным человеком начинаем работать с мышцами лица, что-то внутри него меняется. Он становится легче, радостнее, пластичнее. В итоге у него получается сделать свой текст жизнерадостным. А если к лицу подключить руки, и сделать руки такие летящие, как будто это брызги шампанского, вдруг человек начинает чувствовать состояние радости. Ну, тут для тех, кто нас смотрит, мне кажется, у нас много будет психологов и коучей. Для тех, кто нас смотрит, я думаю, что не секрет, что тело взаимосвязано с нашим образом мышления. Какое тело, такие мысли. Какие мысли, такое и тело транслируется вовне. Вот такие четыре этажа. Босс, агитатор, философ, вдохновитель. Да, это очень интересно. Я помню, полтора года тому назад я была на одном тренинге Ольги Паратнова, и там была девушка, у которой было очень такое жесткое выражение лица. И, по-моему, давали такую роль, что типа или полковник, или подполковник, или фашист даже. И Ольга Паратнова дала этой девушке мячик, такой плюшевый мячик, и попросила её, чтобы во время выступления она брала этот мячик и гладила его. И она стала сразу же, просто за несколько секунд, такой милой, и голос её совершенно по-другому звучал. Совершенно по-другому. Я знаю это упражнение, видела у Ольги, оно действительно очень хорошее. Как вот, да, ты меняешь жесты, меняешь задачу, и происходит чудо. И тут секрет в том, что нужно сначала научиться в себе включать каждый этаж в упражнение, а потом применять это в жизни. Я помню, у меня был один руководитель на тренинге, он говорил, Анна, я что-то вот замечаю, что у меня на совещаниях как-то не очень вдохновлены мои сотрудники. Я знаю, что я говорю монотонно, но что же с этим делать? Я говорю, вот такая-то есть техника, четыре этажа. Мы с ним попрактиковались, я ему дала задание неделю эти четыре этажа применять на совещаниях. Через неделю он приходит такой цветущий и говорит, как здорово, я все пробовал, у меня все поменялось. Если надо мне там отчитать сотрудников, я включаю агитатора. Но если я вижу, что я уже переборщила, и они там в напряжении паникли, я включаю вдохновителя. Потому что всегда есть люди в коллективе, которых надо хвалить, чтобы они в себя поверили, чтобы они воодушевились. А если я вижу, что у сотрудников что-то внутри нестабильно, и они сомневаются, сработает бизнес-план или нет, я включаю босса. Я говорю, все надежно, все проверено. Через два месяца у нас продажи возрастут на 20%. Говорит, я вижу, они успокаиваются. Потому что босс, он успокаивает. Если мне нужно с ними вместе поразмышлять, сделать фасилитацию, я включаю философа. И совершенно на равных мы задаем друг другу вопросы, и вдруг в результате мозгового штурма у нас появляется интересная идея. И он говорит, спасибо, спасибо, у меня все поменялось, совещание теперь эффективнее. Но так бывает часто. То есть это не один такой пример. Четыре этажа помогают. И, кстати, мы даже по этим четырем этажам в компании Business Speech провели исследование. У нас был эксперимент. И про это исследование можно прочитать детально на сайте Business Speech Science Research. Там описано, как этаж влияет на аудиторию. Или в колонке Никиты Непряхина в журнале Forbes. Там тоже все описано про наш эксперимент. После того, как мы закончим, ты мне сможешь тогда сбросить ссылки? И я тогда в своем посте упомянула. Анна, сейчас у нас уже время заканчивать нужно. Что бы ты хотела бы сказать в завершении? О, боже! Так быстро пролетело время! Уже 42 минуты. 42? Мне кажется, я и 25% не успела рассказать от запланированного. В следующий раз. В следующий раз продолжим обязательно. Так, что я рекомендую? Во-первых, делать разминки телесные. Во-вторых, думать о задаче. Зачем говорю, ради чего говорю. В-третьих, вот посмотрите все эти ссылочки, которые я вам отправлю, потому что там есть еще и другие упражнения для дикции, да, для свободы челюсти. Практикуйтесь. Самое главное, работайте со своим голосом. Его возможно изменить. С ним можно работать. Кстати, в-четвертых, используйте звуковые этажи. Будьте вы разными в своих способах воздействия. Не зависайте на чем-то одном. Используйте разные задачи. То есть менять голос под задачу, как любит говорить Николай Иванович Козлов. Успехов вам! Главное, практика, эксперименты, и у вас все получится. Да будет голос всегда с вами. И пусть будет он разным. Анна, спасибо тебе огромное за такое интересное интервью. Я сама буду многими техниками, которые ты сейчас дала, я буду пользоваться. И также надеюсь, что ты мне пришлешь статьи и ссылки на те материалы, которые я смогу предложить нашим слушателям, нашим зрителям. И сейчас я хотела бы попрощаться с нашими слушателями, с нашими зрителями. Я сегодня брала интервью у Анны Каракаевой, бизнес-тренера, актрисы, тренеру, который ведет курсы по ораторскому мастерству, по искусству голоса, также по актерскому мастерству. И необычайно интересной, необычайно красивой женщиной. И с вами была Анна Литовкина из Будапешта. Анечка, пока! Пока-пока! Спасибо!